Черные пятна на грунте и специфический запах. Утечка серной кислоты произошла на территории бывшего завода «Фосфор». Сейчас авария локализована. Превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не обнаружено. Причина разлива опасного вещества – разгерметизация цистерны. Почему это произошло, предстоит выяснить специалистам. На месте аварии работала специальная комиссия под руководством главы Тольятти Николая Ренца. Обо всем подробнее в нашем следующем материале. Каким основанием прокуратура тогда останавливала? По основаниям было 85 нарушений по МЧС. Претензий к компании, на территории которой произошло чрезвычайное происшествие, у надзорных органов было много. Но абсолютное большинство замечаний, по словам руководителя предприятия, уже устранено. Однако крупная авария все же произошла. Серная кислота из поврежденной емкости залила значительную часть прилегающей территории. Есть предположение, что едкая жидкость попала и в ливневую канализацию. Мы не обнаружили на очистных сооружениях ни синтез каучика, ни кубишев азота превышение по кислоте. И в данном случае либо маленькая концентрация попала, либо почти не попала. Скорее всего попала, но в небольшом количестве в ливневую канализацию. Дежурные службы узнали об аварии благодаря звонку мастера соседней компании. Почему не было сообщения от специалистов предприятия, на котором произошла авария, еще только предстоит выяснить контролирующим органам. Вызывает серьезные вопросы действия персонала относительно того, что мы узнали о чрезвычайной ситуации и все другие инстанции лишь от смежного предприятия. Две недели назад на территории бывшего завода «Фосфор» состоялось выездное заседание комитета Самарской губернской думы по охране окружающей среды. У нас один участок здесь опасных отходов, сейчас мэрия их выделяет, и мы поставим их на государственный учет для того, чтобы ликвидировать ущерб. А вот другую территорию, мое предложение было, что надо выделять, отдавать предприятиям, чтобы можно было с них спросить. Вот возьмем, давайте даже это предприятие, у него собственность только здание, территория за ними не закреплена, а это большой минус. Руководители компании показали комиссии свое производство. В ее составе представители Ростеха и Росприроднадзора, прокуратуры и других контролирующих органов. Это предприятие выпускает серно-кислый алюминий, который используется на водозаборах для очистки воды. Данный продукт производится здесь с 1973 года. К сожалению, судя по тому, что мы видим, основные фонды, основное оборудование и магистрали чрезвычайно изношены, и внешне производит впечатление инфраструктуры, которая в любой момент может отказать и в любой момент может привести к какой-то чрезвычайной ситуации. Поэтому здесь нужна серьезная проверка. Емкость, из которой произошла утечка, проверялась на надежность всего год назад. Вызывает еще серьезные опасения и тревогу, вопросы, то, что данная емкость, не будучи заполненной до отказа, ее буквально торцовую частью выдавила, так выдавила, что могло бы только при избыточном давлении. И вот когда такие вещи происходят, это вызывает вопросы к самой экспертизе, что же там произошло. На ликвидацию всех последствий аварии глава Тольятти Николай Ренц дал две недели. В наш город скоро приедет грузовик с 10 тоннами соды. Технология нейтрализации кислоты достаточно простая. Вместо утечки засыпается сода, щелочи кислота вступают в реакцию и нейтрализуют друг друга. И так слой за слоем поврежденного грунта. Далее определяется его класс опасности, и в зависимости от этого земля будет вывозиться на тот или иной полигон. Юрий Соколов, Андрей Комиссаров, Новости Тольятти.